К юбилею победы в Сагратле восстановили памятник, взорванный год назад, 8 мая. Никто в селе и не предполагал, что памятник подвергнут вандализму. Полгода местный мастер восстанавливал память о подвиге воина Великой Отечественной войны. Продолжение темы. Репортаж Руслана Косумова. И эта окошечка, она не закрывалась, просто была такая окошечка. Внутри было установлено взрывное устройство. После взрыва было повреждено вот эта часть памятника. Дыру после взрыва заделали, трещины убрали, даже сколов не осталось. Следов после ремонта, говорит глава села Магомед Гаджа Амаров, не видно. В селе Сагратле спустя полгода завершили реконструкцию взорванного памятника воинам Великой Отечественной. С десятого года, каждый год у нас проводится праздник победы. Мы выходим с селом сюда, празднуем, выступаем, высказываем. И вот такая мероприятие у нас в этом году уже пятая. Вот так памятник выглядел 9 мая прошлого года. Правда, праздник тогда в селе сорвать не удалось. Неизвестный в ночь перед парадом заминировал обелиск. Несмотря на взрыв, он остался стоять на месте, но был сильно поврежден. По кирпичикам этот памятник восстанавливал один из лучших мастеров села. Этот памятник установили сами местные жители сразу после войны. Поэтому его подрыв вызвал большой резонанс среди согротлинцев. Люди недоумевали. Кому мог помешать обелиск? Очень были возмущены. Люди вообще восстали. Можно сказать, все пришли в тот день, 9 мая, сюда выступали, высказывали свои возмущения. И мы возмущены вот таким, этим самым, что именно у нас это случилось. Дай Бог, конечно, чтобы органы нашли вот тех людей, которые это совершили. И народ знал, кто это, короче, совершил вот такую подлость. Участок, где стоит обелиск, огородили забором на этой территории, постоянно организовывают субботники. Сейчас в селе уже не осталось ни одного ветерана, но их подвиг согротлинцы чтут и помнят до сих пор. Поэтому празднование 70-летия победы обещает быть таким, какого еще не видела ни одно село в Дагестане. Уже в ближайшее время здесь появятся баннеры с именами всех героев Сыград-Линцев, участвовавших в Великое Отечественное. Также силами местных жителей установят специальное освещение. Всю работу планируют завершить 9 мая. Руслан Касумов, Салих Салихов, Визор Магомедов. Время новостей.